Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и пока Магнус Харсен и я не помню, что делать еще иду ничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам, я тоже время от времени играю как раз таки в эту игру и хочу поделиться с вами своим достижением, как бы мне довольно приятным и неплохим, именно таким, что мне удалось преодолеть рейтинг 2200 на сайте DCHES по шахматам Фишера, то есть CHES 960, у меня 2201 сейчас рейтинг и если верить как раз таки DCHES, я занимаюсь 131 место по данному виду шахмат, понятное дело, что далеко не все играют в шахматы Фишера, многие не любят такой вид шахмат, но тем не менее мне они нравятся, потому что здесь по сути нет теории и уже с первого хода мы начинаем думать своей головой для тех, кто не знает шахматы Фишера, это шахматы, на которых в общем-то расстановка получается случайной, то есть вот допустим это одна из расстановок возможных и всего их 960, понятно, что одна из этих расстановок это стандартная, классическая, как и в обычной шахматы вот, ну единственное, что конечно же здесь есть тоже свои условия, то есть обязательное условие первое, что слоны должны быть разнопольные, то есть слон чернопольный один должен быть и один должен быть слон белопольный и второе условие, что король должен стоять между ладьями, то есть грубо говоря, король стоит на Ф1, как вот здесь, ладья на Ж1, вторая на С1 То есть ладья не может стоять на поле H1, например, не могут ладьи стоять рядом между собой, ну и между ними должен быть король обязательно. А все остальные фигуры стоят в случайном порядке, и, соответственно, это как раз-таки лишает нас дебютной подготовки, то есть то, что является преимуществом многих игроков сильных, мастеров, гроссмейстеров, и, соответственно, мы с первых годов уже играем своей головой. Так что многим советую шахматы Фишера, я рад, что, в общем-то, в наличии есть желающие играть в такой вид шахматы, турниры периодически тоже проходят. Ну и сегодня, раз уж я такую отметку красивую преодолел, хочу показать одну из своих партий. Партия далеко не идеальная, но, тем не менее, соперник был довольно сильный, с рейтингом по 2-100-2071 у него был на данный момент, когда партия как раз-таки игралась. И в обычный шахмат у него рейтинг, ну, 2-461 вы видите, да, 2-494 в пулю, то есть тоже близко к 2-500. То есть довольно сильный соперник, примерно равный по силам мне. Вот, и расстановка была подобная, то есть еще раз скажу, два условия у нас. Первое условие, что слоны должны быть разнопольные, естественно, что фигура стоит симметрично, да, то есть это тоже важно сказать. И второе условие, что король стоит по центру, то есть ладья должна одна стоять справа от него, вторая слева от него, то что в данной позиции мы и видим. Вот, ну а дальше мы уже действуем по ситуации. Могу сказать так, что в шахматах Фишера, естественно, работают все те же самые принципы, что и в обычные шахматы. Это захват центра, пешками имеется в виду, то есть Е4 и Д4, обычно самые сильные ходы. И в шахматах Фишера тоже почти в любой расстановке. Также это выбор легких фигур, имеется в виду коней, слонов, ну как-нибудь так, да, примерно покажу. Ну так, например, да. Ну и рокировка, естественно, рокировка тоже нам очень важна. Но понятное дело, что мы не можем играть сами по себе, мы должны смотреть на игру соперника. Ну, обычно Фишера играю первым ходом, либо Е4, либо Д4. Также еще смотрю на какие-то конкретные обстоятельства, то есть иногда делаю ходы, типа там, С4, либо С3, если, например, включается сразу слон и нападает на пешки. Но слон на пешкурс 7 не нападает, поэтому С4, я думаю, что не самый здесь точный ход. Я думаю, что Е4 и Д4 все равно самые сильные ходы в любом случае в данной позиции. Итак, соперник играет симметрично Е5, далее Конь Ж3. Ну, Конь на поле Ш1 стоит очень коряво, поэтому от хода Конь Ж3 отказаться почти невозможно. И вот здесь тоже удивительный момент, что Конь Ж6, допустим, ход очень логичный и очень сильный, компьютер считает неточностью. Хотя я бы Конь Ж6 за черных тоже, скорее всего, бы сыграл, если бы играл с черными. Итак, последовал ход С3, то есть идея какая, С3 открываю слона и готовлю где-то вариант охота Д4. Далее последовало Конь Е6, здесь Д4 все равно дверок, кстати, советуют, но, в общем-то, я не хотел считать варианты с жертвой пешки и просто сыграл Ф3. Ну, идея Ф3 состоит в том, что я открываю диагональ и теперь Д4 уже действительно появляется такая идея у белых. Итак, далее последовал ход Ф6, ну, здесь Д4, кстати, можно было сыграть, я сделал ход Конь Е3, но пока просто развиваю фигуры, в принципе, какие-то такие вот тонкости и нюансы можно, скажем так, опустить. По большому счету, очень часто, когда вы видите двух примерно равных соперников, двух довольно сильных соперников, они все равно первые ходы обычно стремятся перейти к достаточно такой стандартной позиции, понятной для обоих. И, соответственно, по сути, что-то получается похожее на обычные шахматы. Ну, здесь вы скоро увидите, что у нас возникла позиция очень похожая на обычные шахматы, причем еще практически полностью симметричная. После хода Ц6 у нас возникла полная симметрия, но, опять же таки, это, конечно же, для черных неплохо и, в принципе, для белых тоже это, конечно же, неплохо, потому что в целом все ходы были довольно сильные. И, в принципе, я вывел три фигуры, сделал рокировку, слон с поля Б1 уже где-то стреляет, ну и в вариантах тоже готов вывести, опять-таки, вот по такому маршруту слон может пойти. Ну, либо же есть идея слон Ц2, слон Б3. Такой план можно посмотреть. Ну, пока сыграл конь Ф5, идея такая, что где-то привязываюсь к полю Е7, допустим, конь Ф4 сейчас за черных не сильно хорошо, там будет конь Е7. Ну, в ответ, конечно, у черных появляется похожая идея конь Е2, но я думаю, что все равно допускать ход конь Е7 черным нежелательно. Поэтому он сыграл правильно, ферзь Д8 хороший ход, ну и далее Д4, наконец-то я захватываю центр, то, что хотел давно сделать, но, тем не менее, конь Ф4. Не конь ЖНФ4, а конь ЕНФ4, ну и идея та же самая, выигрыш ферзя. Конь Е2 это вилка, поэтому я обязан реагировать. Подлетовал ход ферзь Д2, ферзь Д2 вполне нормальный ход. И Д5. Ну что ж, Д5 принципиальный ход, то есть черные борются за центр, ну и тут масса было ходов у белых, это и взятие на Д5, и взятие на Е5, и просто ход слон Ц2 предлагает движок, то есть пока не менять структуру. Но вот я решил сыграть именно ЕД, то есть хотел сыграть так более конкретно. Далее последовало ЦД, тоже Ком пишет, что сильнее было съесть пешку на Д4, чем на Д5. Ну, в принципе, позиция и там, и там примерно равная, пока не будем вдаваться в подробности, партия все-таки довольно длинная. Итак, слон Ц2, ладья Е8, слон Б3, то есть идея в том, чтобы перейти на эту диагональ и добить на пешку Д5 где-то. Вот, но пока это ход без угроз. Далее последовало Г4, этот ход считает компьютер уже ошибочным, но тем не менее, объективно здесь, в общем-то, у черных тоже вполне нормальная позиция. Пока не совсем понятно, за счет чего у белых тут перевес, а перевес почти что плюс 2 уже, если посмотреть на движок. Итак, последовал размен, ладья Е1, тоже вполне логичный ход, слон Ц7, черные тоже разливаются. Далее слон Ж3, ферзь Д7 и Х4. Ну, Х4 какая идея, в ряде вариантов хочу сыграть Х5, сразу Х5 там, наверное, не сильно хорошо играть. Ну, возможно, как-то этот ход хочу подготовить, может быть, там типа ферзь Д1, потом Х5 и поддавить на черные фигуры. Но последовал ход ладья Е8, я сыграл слон Ц2 и вот тут сафельник не выдержал напряжение или просто решил сыграть очень активно, сделал ход конь Х3. И на самом деле, хотя компьютер ругает отход и считает его зевком, но тем не менее, там возникли очень интересные осложнения, именно поэтому я эту партию взял для разбора. Потому что, опять же таки, в условиях плиться, когда времени не так много, но здесь мы видим, что у меня остается минута 40, у него примерно то же самое, конечно же очень легко ошибиться. Хотя по материалу сейчас у белых лишняя фигура, но с другой стороны фигура в данный момент за одну пешку, ну и пешка на Х3 тоже, конечно же, зависает и она более того еще и теряется. И в итоге у белых конь за две пешки. Но тем не менее, если посмотреть по движку, то у белых абсолютно выигранная позиция, оценка плюс 6,8, почти плюс 7. Как будто у меня там ладья лишняя, даже еще чуть больше. Но опять же таки, конечно же, здесь все далеко не так очевидно, то есть размен на Е8 это явно не ошибка. И здесь надо было сыграть так, как, в принципе, я и планировал, но вот почему-то я такой ход не сделал, даже не знаю почему. Как-то, не думаю, можно сказать, сыграл ладья Е1 за секунду буквально, надо было сыграть ферзь Ж2. Идея в том, что теперь ладья у черных на поле Х3 застряла, непонятно куда ей идти, то есть всех этой ладьей под бой. То есть, видимо, все-таки, как минимум качество, здесь белые выигрывают. Ну, я этого не заметил, сыграл ладья Е1, и сразу же оценка резко обваливается, практически в два раза, то есть это, конечно же, зевок. Ферзь Д7, тоже вот ферзь Б8 самый сильный ход, хотя ход далеко не самый простой. Далее ферзь Ж2, но это уже менее сильно, чем раньше, потому что появляется ход коня Ф4. Ну, вот тут тоже ферзь Ф1, опять же таки, да, все-таки не так легко находить точные ходы в такой острой позиции. Ферзь Ф1 на самом деле действительно очень сильный ход, потому что я нападаю на коня, и при отходе коня теряется ладья на поле Х3. Вот такая конкретная идея, но я ее не заметил. Итак, последовал ход ферзь Ф3, тоже ход вполне нормальный, но, опять же таки, выпускает уже перевес, часть перевеса, по крайней мере. Далее последовало Ж5, ладья Е7, ферзь Б5, вот тоже, да, ферзь Б5, например, комп считает ошибкой, и на самом деле ошибка это потому, что там начинается тактическая интересная игра, правильно было сыграть ферзь Д8. После ферзь Д8 оценка всего лишь плюс 2,5, ну, опять же таки, хочется сыграть поактивнее, особенно в условиях блица, то есть важно понимать, что уже времени было не так много, уже по минуте оставалось и у меня, и у соперника. И, конечно же, если он играет на подкрут, играет на активность, то ему нужно смотреть именно какие-то активные ходы. Ну, вот ферзь Б5 на самом деле ошибка, потому что находится сильный тактический ход, а именно ладья Е7. Я рад, что такой ход нашел. Покажу, в чем идея. На самом деле идея не такая сложная. Дело в том, что если черные сыграют король Е7, тогда мы играем конь Д6, и на любой ход короля, давайте сыграю так, мы играем конь Б5. В принципе, у черных есть похожая тактика, это ладья Ж3, ферзь Ж3, конь Е2, но с другой стороны, в конце варианта у белых две лишние фигуры, и, конечно же, это легко выигранный энджпель. Пешка Д5, естественно, тоже падает, то есть мы, в любом случае, как-то ее вот таким образом съедим. Вот эти три пешки, они, конечно, смотрятся грозно, но, тем не менее, мы всегда, в общем-то, их задержим с помощью своих двух легких фигур и короля. Поэтому позиция очень легко выиграна, но, тем не менее, всего этого в партии не последовало. В партии последовал ход после ладья Ф7. Ладья Ж3, и вот тут я мог вполне найти вариант, который советует движок, но, к сожалению, его не нашел. Надо было сыграть не конь Ж3, а ферзь Ж3. То есть в чем идея хода ферзь Ж3? Мы подставляемся под ход конь Е2, конь Е2 очень напрашивается, и то, чего я не видел, что после конь Е2, король Е2 и конь Ж3, в этой позиции у белых есть мат два хода. Конечно же, без матов два хода позиция была бы в пользу черных, но, тем не менее, находится такая идея, как конь Х6, король Х8, ладья Х7. Красивый мат, но, тем не менее, я его не нашел. Если же черные не играют конь Е2, то тогда непонятно, что им делать. Допустим, если король Ф7, тогда возникает, примерно, тот же самый вариант. То есть ферзь Ф4 выигрывает, и конь Д6 тоже работает, то, что мы уже с вами смотрели. Ну и, соответственно, покажу примерную линию. Собственно говоря, здесь похожие варианты. То есть в чем суть только ферзь Ф4? В том, что мы сдвоили черным пешки, испортили структуру, но, на самом деле, и конь Д6 сразу тоже, конечно же, достаточно для победы. Вот, но не нашел охот ферзь Ж3, не увидел, что там будет мат после коня Х6, ладья Х7. Сыграл здесь конь Ж3, ну и борьба, скажем так, затянулась, потому что после конь Ж3 ладья у меня уже остается под боем. И теперь, опять-таки, соотношение материала прежнее. То есть сейчас у белых слон за две пешки, то есть фигура за две пешки. Итак, последовал слон Б3. Здесь, в принципе, уже учитывая, что прибежался цвет нот, мы играли не идеально, но, с другой стороны, в принципе, не так уже плохо. То есть я подменялся, решил, что это для меня выгодно. Вот, отъел пешку на поле Д5, она в любом случае терялась. Ну и вот здесь тоже как-то начал долго думать, предложил отмен ферзей. Конечно же, после отмены ферзей позиция совсем у черных плохая, поэтому он идет на контратаку. Тут уже черные обязаны рисковать. Ну и далее тоже здесь не видел мата, поставил несколько шахов. Опять же, таки время уже поджимало. Ну и затем решил немножко сменить пластинку, перестроить фигуру таким вот образом. Ну и далее уже началась такая более интуитивная игра. Вот, и в конце, кстати, что интересно, я даже поставил мат после подобного вот течения партии. Ну, конечно же, партия не идеальная, были где-то и ошибки. Вот, не нашел я сильный ход очень ферзей G3. Вот, но партия довольно интересная. И в принципе, что опять же таки важно, что в шахматы фишеры действительно нередко получается перейти к позициям, которые очень похожи на обычные шахматы. Вот, давайте я покажу позицию после седьмого хода. То есть, как видите, позиция полностью симметричная. В принципе, вполне неплохое развитие как у белых, так и у черных. Вот, и, соответственно, мы просто играем в шахматы, но играем незнакомую позицию как для меня, так и для соперника, потому что явно подобного не было еще ни у меня, ни у него в жизни. Ну, то есть, похожие структуры перечные могут возникать, но тем не менее, такой позиции точно никогда в его партии, как и в моей, ранее не было. Вот, так что для тех, кто хочет поиграть самостоятельно, не хочет заучивать теорию, совету шахматы фишера, то есть, можно и общие вызовы играть, также турниры поискать. То есть, сейчас покажу, что вот, например, здесь в турнирах вы должны искать, если хотите шахматы фишера поиграть в турниры с подобным видом. Но вот где-то есть, не знаю, пока не могу найти. Ну, вот, например, есть в пулю. Ну, в пулю, конечно, не сильно рекомендую. Ну, и вот, допустим, по 5 минут, намного интересней. Вот, например, начнется через 2 часа, с момента, когда я записываю видео, конечно же. Так что рекомендую, здесь много неплохих людей. То есть, шейтинг по фишеру, конечно же, у всех сильно занижен, на 300-400 пунктов даже. Поэтому здесь нередко играют и КМС, и мастера. Так что, наверняка, вы сможете найти себе достойного соперника. Ну, что ж, спасибо тогда всем за просмотр этого видеоролика. Надеюсь, что вы смотрите тоже, как и я, матч Карсона. И Непомнящего. Вот, я хочу, конечно же, чтобы играл Непомнящий. Но, тем не менее, в любом случае, пока просто наслаждаюсь их матчем. Всем тогда спасибо за просмотр. И до новых встреч.